вы когда после нас встречались не помню что мы встречались до фестивалях не я даже не помню в каком это городе было посмотрите насколько нам обоим это интересно даже не пытаемся вспомнить а нет мы с вами виделись мы с вами виделись каким-то странным образом когда мы на какой-то странный питерский фестиваль привозили завтра да ну как-то в пробросы были очень пьяны уже как делили фильмы когда в общем нужно было что писать я знаю что вы кажется бы не любить анимацию условно кто решал что он пишет про шрека другой едет к фенчеру интервью раз ну как станислав пишет про шрека а разумеется я не разумеется фашек и видимо все таки писал роман кошки не прошу река сервис написал алексей васильев вот сушки это так никто без особого никто проблем почему-то в частые вопрос да да это было все абсолютно прекрасно в москве значительно больше приз показа легче доставание просмотровки и поэтому станислава оставался все что это правда да как бы годами без твоему любой куди алину или кто вас то еще это да вот этого которого посадили сейчас этот табак мы его не сажали он бежал до смысле его просто немножко обвинили до дрочил нам на них на них кампбелл джеймс табак да я все готов простить его не сажали никуда и он ни в чем не виноват еще скажите его оболгали вручат и здесь ведется какой-нибудь почетный приз за это да но я не нам на московском фестивале внец он же я видел из поддержки да я видел его в прошлом году или позапрошлый позже после всей этой уже байды да нет перед перед прям байда когда началась два года назад да это было соответственно два года назад ровно он была венеция и он снимал собственно фильм про венецию какой-то документальный вот которые видимо он так и не сняла то что через там как раз там есть два получился этот самый и потом вспомнили что но его или это было связано его последний человек он находил так важно там под лида и там какие-то запах него там камеры велись но тоже да и как писали в этом известной статье показывал девушкам удостоверение гильдии режиссеров это в нью-йорке делал это кажется что ну в спойлере в блоге которые вы вместе вели да 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 людям родившихся и родившихся при пути не нужно уже объяснять знаете был вот в 1934 году а такая вещь как блоге это был очевидно конфликт между вами такой интенсионный тематический условно говоря там станислава нравится его сандерсона не буду конфликтов гранится ну или такому кажется что такие это касается там или московской петербургской условно говоря линия и как окажется и более вот это вы его отрицать что это не было не срежиссировано не было вообще мог посмотрите на звуя кто из двоих нас могут срежиссировать вырежиссер который каждое утро салом какие-то методички это искренняя неприязнь просто друг другу абсолютно годами пестуемые но мало-мало мне кажется связано с кинематографом это лично да был уроков активно друг друга раздражали раздражаем и будем раздражать надеюсь еще еще долго я не знаю кому в голову пришла идея нас как-то объединить в какую-то entity да да ну это случайно произошло нет ну то есть если есть если есть предположение что это было во-первых я не думаю что это хотя бы кому-то не знаю где камера что нужно периодически оборачиваться говорить камере вот если хоть кому-то это интересно то никакого если вы думаете если вы думаете что мы немножко так придуривались на публику этот неправда мы правда друг другу не очень нравимся это возникло еще до того как вы стали быть в афише или во время вообще не знал кто этот человек до того как да просто десна кого вы друга не видели это пусть была антипотека текст на каким-то вот фигурно вы тоже читали эти тексты во-первых текст во-вторых но все-таки дважды в неделю там когда что планете слышишь сука голос по телефону этот но сразу приходилось как-то не было тогда интернет не было интернета не было вот этих вот мессенджеров мы посылали друг другу письма из москвы в петербург письма шли долго поэтому приходилось пользоваться телефоном крутили ручку и там в общем стараясь сделать это парень же нарочистые уже как-то пошли в прошлое на последние какие-то голода но какие-то более существенные конфликты были в редакции там скажем байку про то что вы конфликтовали с данилкином я еще в школе слышал такую историю такую по полу мифическую вас не было такого ну краски и даже я и не слышал даже у вас в фейсбуке это обсуждали что все все очень сильно преувеличена с контак вот я говорю все очень сильно преувеличены не ослушайте ну вы знаете вот у меня мне мне действительно для меня загадка кому это интересно вот правда ну какое то что там происходило и издавали на бумаге вот сейчас людям трудно в это уже поверить какой-то журнал там с картинками красивый даже какие-то иногда там были тексты неплохие а так ну я вас уверен не происходило ничего чего не происходит сейчас во всех других местах то есть конечно с большим блеском и с большим количеством денег ну в москве в москве в петербурге я знаю петербургском отделении платили меньше вот сейчас вы хотите чтобы роман как-то оживился нужно на деньги приводить это это важная история потому что как бы часть вот легенды что станислав бессеребренник до собственной блять жилплощадью и всеми остальными а я естественно как бы но это вот петербургская интеллигенция там в десятом поколении а я значит из-за из выхина приехал мне даже москву как добился и только про бабки только про бабки поэтому извините вас перебил как была изобретена афиш на форму лицензии когда 1 абзац такой для нас было значительно более умными людьми на это васильев и брашенский для это наверняка это наверняка акцент ципер где-нибудь увидел или соседает безусловно придумали там не знаю где-то когда-то но в афише вы пришли уже так писали во первых это не афишные формы рецензии это стандартный стандартная местами стандартный американский формат в котором в общем люди всегда пишут во первых что есть правило что рецензия не должна быть сильно выше чем стопка водки вон как бы по количеству там эти вот 35 45 строк да и а история про то что нужно вначале писать содержание это по-моему было просто какая-то рвотная реакция на высоко художественную русскую критику которая всегда была существовала форме эссе а поскольку наши тогдашние начальники все это страшно ненавидели презирали хотели сделать что-то другое они помыто придумали я не увидел не удивлюсь если даже брашенского с васильевым просто сказали вполне возможно что так но это увидел в каком-то американском журнале это просто может быть так и не знаю тогда в томосе примерно так было тайм-ауте так было да то есть важная история что вот афиша была спички на журнал тайм-аут когда он очень не выходил в москве а да ну запекайте а вот и поэтому не я где-то они это увидели но это на самом деле прекрасно это помогало очень жить помогает очень дисциплирует мне кажется что когда упрощает к этим нужно придумывать какое-то вводное предложение это же счастье ну да ну и вообще как-то проще есть мне кажется что опять же ты пропускаешь если не хочет открыть удобно да да а кого в юности читали из авторов а кино вот там станислав написал текст книжку про сергея добротворского вы кажется дайте нежные чувства да и ты знаешь что не предлагали у них я я я естественно я не помню чтобы я читал каких мне кажется что я читал нет во первых я не так много читал действительно как многие думают во вторых я не помню чтобы я я не странно читал какую-нибудь юрий гладильщиков журнале итоги потому что мне было интересно что что показывают на кинофестивалях а интернет не было вот это уже не шутка действительно его не было и вот раз в неделю в журнале итоги приезжал юра и писал писал увлекательные пересказы каннских фильмов или медицинских и это было таким как бы вот а так мне кажется что как как все самозванцы ты начинаешь я лично начал читать кинокритику в тот момент когда мне уже куда-то наняли на работу надо узнать как это делается вот и и тут я я начал уже смотреть где бы чего украсть я еще конечно вырос на михае садича тачменко нашим великому факт факт кстати вот я бы даже вычина читаю там выхина до выкинул коммерсанты выходил везде уголовная кроника ты открываешь как бы газету коммерсант на первой странице ты видишь фотографии своего однокурсника которого посадили за тройное убийство и был увлекательный репортаж каком-нибудь панюшкин из суда хотя нет панюшкин сам успеха с похорон был неважно потом ты переворачиваешь и там тебя вот как бы этот тарфеменков но вихим он доходил в коммерсанте петербурге еще выходил у нас у других там политических зданий во всех писал тарфеменков у вас комический они называются обычно там пульс сейчас очень достойный медный всадник ну и собственно уничтожила сеанс не могу сказать что его читал в детстве считал и в общем короче говоря хотелось бы отметить учителя михао сергеевича тарфеменкова мне бы тоже хотелось отметить михао сергеевича тарфеменкова которого я очень любил детстве и который единственный критик я люблю до сих пор это ёбаной стране когда пишет обо мне что-то хорошее пустым стаканом ну и вообще великий человек да за счет прекрасный икона стиля приказ человек и великий человек без шуток нет я из сша совершенно и вы знаете что каждый год выпускают еще по 18 да ты похож фоланстр и там как бы ну они его размера как бы из проекта были про красный нуар голливуда есть пусть какие-то там подморки лучшего да 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 все как бы считают абсолютным чемпионом по производству киновической литературы антона долина а михао значительно как бы плотнее просто тише работает и там да да но там это это абсолютно какие-то журнала истории в наших глазах просто колеса в общем шестеренки огорелов московская история нет денис вадимович мой близкий товарищ и я купил книжку и обнаружил что он не и даже посвятил открываешь напечатано вот да нет не то что не фломастером написал фломастером любому мудаку можно написать а там вот прямо вот шрифтом вот написано посвящаю раз советских это или про зарубежные а вот я не помню потому что я обе купил одна из них вам да на несколько понимает чисто шкорно потому что эта книжка она на самом деле собранная из текстов которые когда уже да на мои средства практически вот потому что когда там же на финишный прямой в журнале афиша мы придумали что здесь вадим должен раз в неделю писать про какие-то советские фильмы которые никому не нужны и это в какой-то момент все накрылась а текст накопилось его взял книжку в итоге а вам предлагали когда-нибудь книжки такие собрать со своими текстами ну помимо этого проекта что-то изменили мир предлагали а ко мне помню пришел кости шаловский журнал сенса братьями интервью и сказал но ведь ну прям вот как бы кинокритика это такая зыбкая вещь например вот ваши текст они такие интересные но если собрать все вместе не получится же общей картинке кинематографа вот так что не не предлагали но это у них петербургские дела они танка но и вы ответили отказу это уже книжки нет или просто пока не ложь ну не кажется странно это я не люблю свой текст и хотел бы можно ли говорить о том что кинокритический отдел афиши как-то повлиял на среду путинскую россию так по это вы на нас не повесите вот не надо как бы мы к этому не призывали вот это все сейчас я не знаю как станислав я критическую ну капусту в том грабить людей которые учились писать по вашим текстом по я искренне сочувствую тем людям которые учились писать моим текстом вот не знаю если они какие-то люди иногда что такое говорят но я не думаю что это во-первых это как бы неправильный неправильный ракурс потому что к нам должен прийти какой человек когда мы будем такие уж совсем разложившись сказать вот вы так повлияли а когда нас спрашивают мы сейчас как будаки скажем вот мы повлияли конечно же конечно же я и это самое нужно что с проходят где-нибудь на борис нелепо например борис нелепо на борис нелепо повлияли конечно внутренняя шутка так и все что здесь говорится какой-то салли и на сайт и журнал что было как-то труднее если это не слишком интимный вопрос или как будет ну то есть очевидно что там для журнала есть жесткий дедлайн на сайте как будто бы можно менее формально ты журнале можно дедлайн просрать вот это вообще не вопрос мне слушать это исключительно было с моей стороны было исключительно вопросом денег потому что да я был идеалистом роман заработал очень хорошие деньги особенно для человека из выхина до для человека из выхина выхина с шестью классами образования я считаю что зарабатывать мореход армия да я как поскольку жил в центре петербурга в собственной квартире роскошный в принципе особо не нуждался и у нас кому же дешево городе это станислав всегда считался кумиром петербурга потому что был одним из трех людей в петербурге у кого была работа и пальто насколько я знаю какой-то очень красивая про которым не рассказывали когда станислав значит и я не говорю в прошлом просто даже давно не был в петербурге на видим исчезка но входит в пальто в бар все думают вау человек с работой там с этим конечно проблема роман в том самом интервью шаловском вы предрекли смерть вот такой вот профессиональный как раз таки ориентирован на деньги кинопритики сказав что в профессии останутся только подвижники заработка когда люди как бы пишут про кино не любя и все это просто выдавливая себя текст к четвергу дождь был сейчас свой прогноз как-то может скорректировать или и все забывается потому что кажется что текстов по кино по-прежнему уйма который вот написанными для этого а где-то за это платят до сих пор ну вот в этом и красный парадокс что критиков много а при этом очень понятно их мотивация видимо если что сейчас как раз люди пишут для удовольствия занимаясь но вот там сам станислава есть зарплата до сих пор вот наверняка антон долин получает какую-нибудь ставку в журналистку стукину вот а в основном и не знаю мне кажется все кто к себе кто сейчас пишут пишут для удовольствия другое дело кто от этого получает удовольствие вот надо ли мы это делать но но в целом мне кажется так все и случилось вовремя съебался а сами вы кого сейчас читаете я молчу поскольку это вопрос ровно и ну я буду поделить я не думаю что произошло прямо стремительно уменьшение нет на оборотах стало больше мне кажется прям все-все-все пишут что-то вот просто не но это эффект я думаю что критиков зарплатами тоже достаточно количество осталось не дает их стало сильно меньше но другое дело что они как-то потонули в каком-то гуле в этом интернетовском или читали но я ну из пусть роман скажет я не читаю как бы у меня как бы на лице это написано я я я я я я маниакально и это с каждым годом становится все труднее прошло все по моему меньше работает читаю джим хабермана вот но он сперва его выгнали из вилдж войс а и он устроился на еврейский сайт какой-то писать о фильмах где можно писать только про фильмы где есть евреи ну это больше много фильмов да да но он придумал себе рубрику фильма где нет евреев колонка сейчас полон оттуда ушел я каким-то образом выискиваю какие-то тексты его периодически о чем-то а также как все скучные люди я читаю отдел критики нью-йорк таймс который по-прежнему демонова до сих пор держится вот скотт пишет да этот и ебанувшийся абсолютно броди вот против энергии но они брак броди пишет в нью-йорк таймс про архивную него в этом самом про старые фильмы да почему сошел с ума он не сошел с ума но как бы специалист специалист по новой волне вот он там там и он прекрасен да да ну да собственно я примерно тоже до крупных сказать авторов него есть какие-то не знаю в нью-йорк магазин какие-то будут ничего там и айдрюштейн есть прекрасный который он тоже старенький вот он он и он из он из старшего поколения полины полин кейл вот то есть там и есть сейчас вот это вот то что все наши вот нет есть еще этот заяц заяц что он еще точно весит он капка какой-то исключение исключительно пишет про социальную социальную справедливость а потом я узнал что когда ему было 35 лет у него неожиданно от инфаркта на родном месте умерла жена и он долго горевал чуть не умер потом женился на его сестре и на ее сестре из тех пор у меня нет к нему вопросов я понял что и мне всегда казалось что какой-то бессмысленный человек который стучит по клавишам вот оказывается там какая-то большая сложная трагедия и с тех пор вообще мечты такой еще есть арманд уайт да кажется который 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 арманд уайт это да наш сергей валентинович пудрявцев только белый в двадцатом году вы ушли из афиши потом перестали писать в принципе про кино занялись своими проектами исключительно по финансовым соображениям у станислава тоже был опыт связан с кино сценарий фильма тяжелый случай там и даже небольшая роль вам чтобы уж нравится писать про кино или писать оки писать про кино или писать кино снимать кино участвовать его создание кажется не слава вопроса не одном и у меня на самом деле чтобы быстро закончить со мной я была там пара таких опытов оба они в общем неудач звездный выход в кино картине жесть например нет сценарных и как бы по разным причинам там же не получилось поэтому я несколько конечно не могу сказать что получил отбредное впечатление ну и мне кажется какие-то совсем разные истории странно сравнивать но есть мы тоже все дело ради денег хотел работать но не получилось всем кажется всем кажется это это великий великий миф по поводу сценаристов а буду режиссеру кстати нет а по поводу сценаристов история про то что сейчас ну ты видишь сумму в контракте они как бы приличные и ты думаешь что вот сейчас все вот сейчас год буду не работать а написать ты там не так нужно нужно там 60 60 90 страниц а если еще там как бы не растекаться так меньше у балабанового сценарий по 30 страниц на полный метр думаешь вау сейчас а потом да потом конечно потом все поворачивается к тебе неожиданно да но расскажите как вы разбогатели ну посмотрите как видите штаны рваные плане сработал выше 1 рублев нет ну как по-прежнему моя моя любимая любимое мое высказывание про режиссерскую профессию предложит константин мурузенко когда его после фильма арп апрель чуть ли не в газете коммерсант спросили в интервью они в известиях чтобы интервью маша кувшиновой вот у которого как до сих пор я помню был заголовок константин мурузенко двоеточие мне кажется все таки да это же здорово это вот как изменил вашу жизнь переход из сценаристов режиссера он сказал ну пока никак но вторую картину сниму и кажется недвижимость приобрету вот и как мы я не знаю приобрели константин недвижимость но я хочу сказать что та же мечта движет и всеми нами и что вы до сих пор не привыкли нет не принесли снимаю квартиру меня жена выгнала бывшие из дома и я снимаю квартиру напротив журнала афиши что самое важное напротив бывшего здания журнала афиша я центровая да я как бы выхожу с утра подхожу к окну и думаю блять 10 лет прошло почему я тут же сам балкон вижу а там какие-то клерки но с другой такой стороны так что ну вот вы свой тогдашний выбор уйти из киногритики или остаться мне высоко воспринимается как что-то драматичное или это было логично следствие ваших собственных выходишь я серьезно начал отвечать да как хотите нет если серьезно ничего драматичного просто же нужно сделать на 5 лет раньше когда было больше времени сил и здоровья вот а так ну как бы не знаю люди люди меняют профессии люди просто чем мы со стасом занимались она в какой-то момент я очень надеюсь я страшно восхищаюсь людьми у которых которых продолжает перейти в унира и не вот мы можем сколько угодно кривиться мы можем сколько угодно тут хихикать и трясти пустыми стаканами из под уже закончился алкоголя но это был круто это как бы от этого от этого перла вот это было крайне увлекательно я как бы уже сходи в психоаналитику и проведя определенное количество времени в других местах понимаю что может причины от которых не меня так перла были не очень хорошими вот у нас была в свое время одна из последних тоже дискуссии со станиславом по поводу фильмы гордман вот просто я уже тогда находясь на выходе из профессии считал что роль девушки кинокритика театрального критика из нью-йоркера которые там на который все страшно обижаются на кинокритика вообще свойственно обижаться на кинокритика в кино там шималану там предъявляли жирный был и неприятный вот но я все обычно не удаются а там мне кажется очень хороший штаб девушка которая когда и майкл киттон пытается сказать чем он плохого сделал чего за что у меня так ненавидит ничего плохого просто ты приехал сюда хочешь в правом искусство зайти и не войдешь на дверях стою я и вот это как бы если в себе немножко покопаться вот то это с одной стороны ощущение миссии с другой стороны конечно чудовищное самомнение от него и перло вот меня когда перестал переть я знаю что у них других людей устроены по-другому буду вот у меня узнел что ни слова кстати правда никогда этого не было вот потому что он как-то с идеальным со своим всех ваших закрыли всех ваших закрыли из моих закрыли только луис это чудовищно да тубок алина все мои любимые режиссер полон не на полонского мы с вами делим полонские полонского но я последний не смог смотреть вот это про двух девушек я и блять они не 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 неплохо по неплохой французский очень я искал эти английский субсидор к нему это какой-то один но в целом закрыли всех не знаю о чем-то говорит всех всех закрыли всех просто все отъехал про тоже закрыли это это был какой-то было какое-то ответвление потому что прет дай не так и решили что мне меня никогда не воодушевлял эту историю со входом куда-то и ну и вообще я настоящий тоже критик принципе это не умеет миссии там что у многих моих коллег чего на меня пока в романе 2 3 степи третью очередь есть ощущение какой-то какой-то какого-то вышел короче говоря желание как выставить иерархию или там набирать кого-то так но соответственно что вас заставляет сочиняя текста два раза в неделю нет это правда поверьте поверьте это один из самых легких способов зарабатывать на жизнь и при этом есть еще иллюзии пользу ну да нет вернуки но и не кажется что если извлечь из кого-то уравнения она хочет там на пол метра изменится и слабого как с годами менялись ваши вкусы зрительские был такой что в зрительские вкусы ну что там у нас и все потом поспали вы понял что это ужасно и невыносимо и почему им это нравилось и таких не было расчарования выпивки вам сказать ну пиво серьезно отходит на второй план но мне как-то не выходило особо нет я всегда больше по крепкого нет уже 19 20 все пиво с должен денег нет ну да как бы вот эти все там куч вот эти вот такие энергетики да это все-таки вы все забываете выйти на хирурга я с кучом не сталкивался 37 учел обязаны попробовать сейчас заканчиваем сейчас нам вынесут куча 3 куча куч лимонный до в банке а пока несут и вкусы встречи был вопрос а таки про любимых не знаю режиссеров которые вам когда-то в детстве допустим нравились в юности а сейчас как мы мои все все к слову живы почти но и сейчас посадят придется выбирать новых либо пересматривается но мне кажется нет уже у меня пару лет назад случился какой-то пожил и единственный точь что вот как-то все таки как говорили в фильме хердлокер вот когда чуть полюбил одно она как-то и остается ничего больше 5 метров мало чем я с меня недавно случилось как недавно год два или три назад мы с бывшей женой сели что очень хороших хотелось посмотреть решили давайте вот что-то от чего наверняка хорошо будет и сели смотреть мы блять красоту по-американски какое-то чудовищное кино это омерзительные безобразные чудовищно хорошо написано с хорошими артистами это чудовищные невыносимые пошли я всегда ненавидел если добился впоследствии да не я просто нет я я ее собственно с тех пор ты не пересматривал на прыжка на там выходил в прокат каком-то году было да но типа ну мне было там 20 чем-то лет это хочу спасибо очень да а вот и я только с ним выходил там тут в небо он улетает в конце монолог чудовищного и и господи какой же я просто этот блэк я помнил это бы кошмар нет я его нет не помню обсуждали мы я угорал по другому мендосу которого вы любили я вообще я вы я выжду признать что вы как бы и на overall были конечно правы потому что более мударских бондов чем этот человек никто не снимал и фильм про беременных хипстеров тоже гадости вообще но я я держусь я держу за революшн или road может быть надо пересмотреть но красота по-американски чудовищное мерзительное гнусное безобразное кино как канал россии два просто как да нет на самом деле вот как бы разочароваться мне кажется проще чем 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 наоборот чем полюбить то что очаровать обратную сторону ну я и я по я постфактум постфактум очень садерберга полюбил которую я всегда был при ну как бы был в юности ненавидела и мне он казался каким-то бессмысленным формалистом ну потому что мы с вами за зрелом возрасте познакомились да 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 мне показалось что это какая-то чудовищная утомительная хрень они хорошие главное что кроме того то что тебе не нравится то в общем то обычно и не пересматриваешь ну и на сказать что конечно же в 40 лет бергамон заходит значительно лучше чем когда тебе его впихивают в башку в 20 вообще не понимаешь про что это а так очень смешно режиссеру значительно смешнее у делина но ведь та же территория это один тоже не попался детский что-то киновическое открытие прямо скажем но послушайте для младшего поколения которые которые и для которых эти две фамилии такая же загадка как наши с вами фамилия и они не понимают нахуя не вот это все сейчас смотрят возможно для них это будет интересно я же пытаюсь какая-то вас есть чувство миссии какой-то афиша там сначала героев режиссеров за которыми стоит ли там триер тарантино фенчер венченцы наталья интали как упали вот венченцы что-то в смысле что они без нас как только как бы журнал афиша закрылся конечно просто пришел квентин собирает бутылки но единственно у венченцы натали действительно как все не очень хорошо сидит 3 фенчер еще задолго до фишу чем скажем скрыть джеймс грэй например тоже такой герой который в общем-то джеймс грэй он наконец дорвался сейчас до 100 миллионов бюджета я операстро да это про космонавтов вот слава тебе господи великий там наталья в принципе кроме романа но венченцы наталья теперь смотрит миллионы потому что он снимает westworld просто не ты не знаешь что это судьба а кто вам из молодых нравится кто кто условно будет режиссерами будущего из тех кто сейчас работают из молодых решет мне очень нравится александр мендация я считаю что это лучший дебют дебютант последних 15 лет и он абсолютной надежды российского кинематографа лучшие фильма отрыв дебюта в российском кино за последние 20 лет не был в речи по российской номинадзе учитываем конечно я смотрю но но модуль садов вот условно как те кого нам сейчас в том что над навязывают как там будущего там от джордана пила до джордана пилла до джордана пилла по моему это небольшой фанатов честно говоря так это гервик грета гервик женщин нет на самом деле и миссимец клевая вот это вот до которую снимал кто но сериал лил фонд экспириенс то вы видели она только один глазу кинка снял могал помна про на праймере или в общем она как что как-то вот пил 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 короче говоря немного раздутой гервик первых милый не знаю второй час на снимает а какой первым не был леди бёрд 2 это видит вы минус там смотрел стрип и там всеми вот этим произвительно как махнут головой не нет смысле да там шелом и все прогрессивные девушки которые убежали собственно от в идеале от него и они меня в списке все остальным ну просто списке вот конечно сняться в идеале на еще после этого сказать что типа это была ошибка это конечно правительная поэтому только ребеки холл можно любить к холмана да она очень красивая красивая девушка судьбы шелома и гервик короче нехорошо ну и трудно представить что фильм ритовыми будет изменит направлении рот на матографа в декабре январе по да в общем поэтому не допил интересно что нас не видно все-таки ари астр еще одно имя из из той же студии я не успел посмотреть я был в отпуске вот не посмотрел митсоммер на первых хорош на митсоммер классный класс первый я не видел но нет но с лицоммером есть одна проблема это в принципе бикермен он не слизан это просто как бы но в отличие от ремейка который вы кстати любите он там другой сюжет да но в принципе там обстоятельства и как бы там там другие решения не другую сторону но это в принципе бикермен там просто у них вместо англичан вот это вот скандинавские дела вот но это это значительно лучшие ремейки кирмэна чем вот этот скейджин снимала ваша как его любимый ваш режиссер господи как его зовут пускейджем помните кто его сюда да я понимаю почему вы пытаетесь предписать любовь к фильму снимал который не брать ратных да но там короче мы понимаем ну да важно еще конечно в этом возрасте склероз никаких имен не помнишь и вот это вот фильм с тем парнем который еще в том фильме снимался вот это вот классическая из типа стив бенна другое это вот это интересный человек условно говоря смотрим на тех же кто работал 20 на самом деле в хорроре там все время появляются какие-то интересные ребята и ну и в каких-то в каких-то нам нравится вот алекс распорим ну все как бы уже с каждым годом все меньше можно отнести к этой катетов к теме это как знаете как молодой подающие подающие надежды немецкий режиссер мэри надо вот как это ну полтос скоро вот в наших сердцах она по-прежнему молодая прекрасно она за этим за мудаком за 500 замужем поэтому мне кажется она продюсировала что-то единственный ключ и человек в этой берлинской школе так называемый то все самое сейчас где-то в жанре до обитает и конкретно что страну как появляются люди какие-то трудно выводить из выводить из головы как именно но все время какие-то там ворот скорее каких-то больших жанровых скажем мульти жанровых резеров может быть не появляется действительно потому что все это конверизировалось больше чем раньше и в принципе кто снимает ренджерс никто не знает кто-то знает ну там все-таки братья руссо не знаю братьев руссо они снимают да мне кажется выдан выдан был последним человеком видно который туда кому какой-то лицом вот сейчас это уже просто какие-то люди которые и но обидно что некоторые же есть вайкики вот этот вот он снова кишкин убеждала патично да опять же на весом будет гуглер гуглер тоже непонятно что будет ну как бы он из очевидного вайкики вот сейчас фильм про гитлера снял смешно и говорят я на вайкики отдельная история это тоже это сбой и так это как аган которого я кстати не люблю потому что мне кажется что он как мудила какой-то он строма и вот у него на самом деле вот эта печать 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 трома и вот она никуда 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 не делась хотя он очень красивый свет ставит вот у него в этих стражи галактики которые настолько по их поводу но не такой красивый желтый там везде что когда же можно хочется чуть простить вот дать ему там как бы ну да ладно все таки который сможет можно весь можно было открыто ну молодой режиссер я я меня не очень стыдно я я вообще на мир смотрю через окошко netflix amazon prime оттуда узнаю что у литвы холка и мутурман то мы все узнали выросла бомбическая дочка измене приятных новостей выросла дочкой у джадо потом она играет 3 3 главный роль в эфории она со второго серии там интересно 20 посмотрел что у вас просто молодежь раздражает а я а я по-прежнему я интересуюсь исключительно в прикладном смысле вы хотите что спать смотрите на кинопроцесс через netflix и amazon на станислав недавно назвал netflix сайтом полным говно разлившись на закрытие что закрыли ой ну послушайте ну вот тоже знаете два сезона где девушки которые сходил к психоаналитику не первый хороший был ну слушай но дай бог что в каком мире еще человеку бы далее сколько это да ну так нечестно нельзя так а вы хотели еще один 55 они появились из нас она будет они придумали 5 все это же тоже послушайте ричард келли уже 10 лет не снимает вообще ничего и как какой у эй на его даже на netflix наберу вот как это все меняет кино и сериал это просто ну на куску на netflix amazon собирают хороших людей дают им работу это главный их вклад в движение любые любые тектонические изменения в индустрии связаны только с тем что какие-то идиоты не знают куда деть деньги к точу абсолютно так существовал новый голливуд пока как бы люди не разобрались что вот всякот момент решили вот у нас авторы снимают фильмы они приносят деньги и начали в бахе вбухивать туда деньги точно также существовал прекраснейший мира макс и потом и вайнштейн кампани да когда люди просто разводили инвесторов и давали и тратили и сжигали эти деньги в топке тут такая же ровно ситуация с netflix да и с любыми стриблинговыми платформами вот моя любимая история 3 которого которому они дали до хрена бабла на сериал и блин видимо в сами в таком недоумении от него что рекламная кампания его происходило в твиттере у львов на они просто вы выложили а рев на себя вот у меня тут сериал вышел на амазоне ну прекрасно сейчас купить буквально вчера была за весь интернет можно сказать пытался купить какого интернет проверить петербург какой-то какой-то мерчендайз сериала но к сожалению у них практически нет как выяснилось там какие-то дурацкие плакатики ну да там можно было где развернуться конечно там ужасно видимо это вот как майнхантер тоже должен быть какой-то я тоже собираюсь но майнхантер не смотри нет мерч на мерч надо посмотреть там должно быть дактейп вот это вот это может быть набор хорошего это там крест диктофон и и что ты сам этого этого за это по изолента что там перчаточки в общем масса возможности открывается там да но про ночи непонятно в принципе я поскольку так по долгу службы отсматриваю по крайней мере кина их продакшен целом довольно чудовищно там процентов на 88 примерно то что они иногда дают деньги в идеальную а потому что в этом это не не вешайте это это назвали там азон там азон амазона над фикс фенчер дает но на газете на фенчер у чисто говорят дать денег не штука знаю деньги тоже дал фенчер ну много да понятно ну короче говоря это не то чтобы как-то рискованная инвестиция скажу даже смешно что на netflix вообще в какой-то момент я буквально оказывается общеизвестная история я прочитался что недавно что импульсом эмоциональным к тому что надо было производить какие-то фильмы как был когда на фикс там какой-то момент еще только перейдя на стриминг и торгуя фильмами посмотрел кучи и фильмы у них собирают больше всего просто естественно дома сэнвера нет нет оказалось что-то фенчер и они охренели адам сэндлер это отдельная история но оказалось что абсолютный чемпион по количеству просмотров это фильмы фенчера включая бойцовский клуб который провалился в прокате и все оставляю выяснилось что вот просто все смотрят венчера у них они шире а надо наверное там вот денег потратить ну словом и сейчас только прошломал доля времени непонятно почему во что это вылиться и как бы как-то сказать будет исторически но как показывает опыт самая липовая самая неприятная и ловкая категория сотрудников индустрии студийные деки они просят немножко в растерянности я думаю что какой-то момент когда они начнут читать рейтинги и считать как бы к настоящему начнется настоящий конкуренции между платформами и они перестанут закинуть баблом большое искусство и точно такой же говно начнется там но будет она есть есть там там куча шлака они по производят кучу бэх и в этом даже смешно то что когда не производит фильм про бандераса который наверняка видели до который работает ночным сторожем они производят за 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 15-20 миллионов то что раньше делалось на видеокассетах это отдельная какая какой-то почему весь сайфа и у них куча выходит довольно дорогого кстати довольно она средняя среди ну нет какой-нибудь bird box это мне кажется это все равно такое это просто те фильмы у которых мы у которых больше у которых больше нет но там 15 сандре и миллион на все остальное это мне кажется просто фильмы которые которым нет места в кинотеатрах уже потому что в кинотеатрах с одной стороны avengers а с другой стороны как бустки узкий арт-хаус да ну как бы не затоптали это дело но идея в том что они сейчас спасут какой-то туризм мне кажется очень такой а никто его не спасет но они пофинансируют его еще пять лет мне кажется пока у них не не придут настоящий по-настоящему чтобы верну что куда-нибудь корону опять же ну как бы дадим корону тоже не то что большой подвиг хорошо дали джесси чендер у данных фильм уже совсем тоже как бы ну как считают это провал давайте не забудем зака снайдера закусная дура дали на новый закусная дура на что дали на зомби а сериал еще нет кино кино полный метр там что будет по сказкой флаги да кажется какой-то сериал анимационный чуть ли не и будет еще до ну существо другое делает наркотик это сериал и правда отдельная отдельная тема немножко но что касается кино не знаю непонятно и у нас на персера не отдали денег до нас на персера не дали день не основа персера на этого на там странная история что нет нет лекции нет нет лекции и деньги они каким-то образом почему ты почему-то не приносит счастье потому что мне кажется это самый хреновый манченко которого я люблю его более всем сердцем вот отчета как-то у них вот я не склонен считать что это потому что они вообще не следят за производством грешни там типа дали денег и отъебались вот мне кажется это какой-то немножко проклятие может быть там короче говоря никаких особых шедевров потому там не было я был прекрасный в этот фильм этого как ее называется который был который бонда как раз снимает в кунаге но пройти про я про детей про детей в джунглях мистер нэйф это на транский фильм был но он как раз это как раз такая вот территория когда он дешевый он там несколько миллионов стоил вот это прямо это прям что-то было приятное но они не в эту сторону идут да нет они люди как это есть производство рамкомов налажены таких до миллениаловских какие-то эти странные фантастика притом они не выпускают рейтинг как известно народу это поэтому вообще непонятно что там происходит но и вот мне кажется когда они пустят какой-нибудь голуб туда или и или они пустят его в тот момент когда будет 20 платформ и когда потребуется общий номинатор для этого пусть отпустят те у кого будут ну если захотят может быть будет легче но иначе где диснея плюс будет говорить на нас посмотрели 20 миллионов annexes bunda netflix бы говорит нас посмотрели 30 и они не договорятся индустрии так не работает вот на самом деле как только мне кажется появится понятный индустриальный способ измерения реально того что они делают и они станут начнут зарабатывать не на росте акции и не на том сколько миллионов они потратили и в каком восторге все от того что они делают а начнутся реально пойдут реальные цифры в этом этого и закончится ну по крайней мере все эти уей окончательно закончится именно в этот момент кажется что уже заканчиваешь так же как они готовы собираться экономить снимать метка вы сериалы старые заканчивая там на третьем сезоне запускать больше нового дешевого там поближе к народу чем не пытаясь все убедитесь критиков как я не гениальная ну там азон со снимет за миллиард может быть да просто кому да но на самом деле это абсолютно пространство спекуляции потому что непонятно какое-то придет и непонятно какое какое-то все казать влияние скажем на общение кинотеатра да вы какая там корреляция потому что понятно что стриминги отъедают какую-то часть но при этом в целом количество проданных билетов не снижается как где-то повышается и принципе люди которые пользуются стримингом они же ходят в кино короче в это не очевидно как будет нет такого что сейчас все перейдут на netflix и перестанут ходить в кино это такая утопическая точка зрения хотя довольно популярны а может быть так и будет тут логичный мостик к вопросу про то как меняет кино диснея который как раз таки отвечает за привлечение меняет понятно как диснея до смерти вообще кажется что индустрия любая будто российская кривоногая будто американская которая там как машина работает настолько не интересная вещь потому что все что происходит настоящему интересного но происходит в результате системной ошибки это может большая системная ошибка как там появление нового голливуда такая же системная ошибка была был бум независимого кино 90-е до когда соды брак съездил в каны получил за дебют какую-то ветку там никому непонятно в америке а потом еще собрал много денег и все решили оказываться так можно и ничего потом так потом тарантино всегда системные ошибки это всегда сбой и при любой индустрии при нетфликсе при хочется сказать слуху и плекси вот вот да я его сказал а вот всегда всегда будет так всегда будут образовываться какие-то лакуны в котором вот сейчас деньги там все будут бежать туда потом там деньги будут заканчиваться вот людей то есть вот империи условно говоря ну к кому вот еще до и до печальных событий с любимым человеком станислава харви вот довольно трудно было представить что вот это вот вот этом все накроется вот то что миром акс на нашей памяти банкротился трижды в айнштейн компании дважды потому что это не имело никакого отношения к индустрии это было абсолютно иррациональное антииндустриальное явление которое тем не подарил какое-то количество странных от прекрасных так и странных вещей например середины скорцезе типа там странная вещь но хорошо что они есть слава богу при каких других индустриальных обстоятельствах они могли возникнуть если бы харрид вайнштейн не обманывал бухгалтеров с диснея которые вкачивали деньги не рассказал вот это единственная польза которую в принципе могут принести компании типа тиснея когда у них там какой-то сбой в бухгалтерии деньги утекли вот что-то хорошее где-то сбоку произвелось да спасибо им а также многочисленным европейской может быть когда-нибудь пузырь диснеевский тоже лопнет хотя трудно себе представить но ну да вряд ли да но по крайней мере можете представить момент когда людям надоест каждый год ходить на марвеловский фильм принципе как как на современное кино влияет новая этика и на критику пусть можно на примере того же критику да ну то есть очевидно что там та же самая манола написала в начале семнадцатого года про луисики что-то замечательный тонкий провокативный фильм на неуютную тему а осенью какой от омерзительный человек там пусть являет обновление что на металлические две лицензии зеленая и красная одного автора это она же написала ну слушайте морально моральное большинство вещь неприятная вот любая революция заканчивается тормидором и контрреволюцией любая борьба за права заканчивается по праге в этих прошу войдет конечно в эти студии высеки наперевес чем вы знаете с чем он войдет как мы были мы сейчас мы сейчас мы честно мы сейчас наблюдаем тормидоры превращение как бы революционеров в цензоров это нормально с этим не это неприятно людям больно вот идея в принципе что не очень хорошо унижать людей по гендерному признаку и хватать их за жопу она-то в принципе правильная вот и тут-то как бы надо бы сказать что надо знать меру но не хочется заниматься мэнсплейнингом вот потому что как бы любая борьба за права она в какой-то момент она не случается если она не если ты не бежишь с шашкой да вот когда люди борются за права очень умеренно и мягонько но получается то что у нас сейчас вышли на бульвар и походили разошлись вот все таки требуется некоторое зверение она приносит свои плоды вот а так ну мы немножко забываем о том на самом деле вот меня меня всегда занимая занимал этот вопрос что как бы кино вот на котором там условно говоря я рос там условно произведенная с середины восьмидесятых условно под конец девяностых начал нулевых это угроз вот она его магистральные темы вообще на всего клевого кино которое было было вообще тема зла вот зло как бы лучшие герои того времени полезешь культуры найдешь там крюк фредди крюгера полезешь в высокая найдешь ранних героев ханнеки а посередине будет значит ганнибал лектор с джоном доу из фильма 7 сидеть вот и это было абсолютно как бы рвотной реакции на то что нормальная протестантская культура с одной стороны и условно говоря социалистический реализм с другой стороны очень прокламируем тему добра добро вообще поэтому зло на фоне этого всего выглядел таким прекрасным банковским искренне точно также точно также как бы и условно говоря когда 25 лет назад выходил тарантино к нему было масса вопросов но никого не смущало то как часто его герои произносят слово ниггер да сейчас это является чуть ли не не главным вопросом к его к его фильмам да потому что понятно что но с одной стороны это же герой произносит а не он а с другой стороны ну правда ему она очень нравится и правда звучит она клёво вот явно он не может остановиться и в этом смысле как бы единственное что наверное печально с точки зрения критики да это немножко такие советские обертона которые во всем появляется вот мое любимое слово проблематик до который сейчас является ключевым просто словом для объяснения любой любых вещей которые тебе не нравится или когда тот же прекрасный ричард броди выходит и говорит что бог с ним с луисом си кейм но этот фильм лучше никто не видел да в этот момент немножко перестает быть критики превращается такую советскую критику с другой стороны сидеть в москве и учить американцев свободе слова это немножко такой знаете мордор волнуется за ревендеил вот надо чтобы со своими проблемами разобраться я не знаю куда ведет эта мысль не могу очень долго продолжать нужно условно говоря нужно потерпеть и потом все терпеть вообще не надо нужно куда-то двигаться нужно куда-то спокойно идти люди делали кино при советской власти люди делали кино девяностые люди делать будут кино и дальше люди делали кино когда совсем не было денег и когда совсем нельзя было сказать ничего такого чего не залитовали в цкк кпсс и ничего нормально вот поэтому история про то что где-то там критик критик заяц назовет твой фильм проблематичным вот скажу что в нем слишком много белых людей это все-таки определяет климат конечно это не рассказать что это прямо совсем не важно но мне кажется что 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 как квентин например хотя он нагревает за это вот он сейчас очень не идеальное кино но он очень мягко прошел вот как бы наперекор этому и в этом мне кажется если бы не было метушечки и не было бы всего того что сейчас происходит он может быть не было бы и не было бы и фильмов так но он безусловно противно это тоже реакция конечно то есть можно считать что это совсем такой троллинг мне не кажется что это троллинг мне кажется что он просто как есть ролик тоже конечно нет но там один момент троллинга это когда когда брэд питт не дает себя отсосать пока ему не покажут паспорт но это правда очень смешно с девочкой разговора дикапри вот этот девочка это немножко про другое но это же это к это же как докота феннинг это такое это вот нет но он он мне ко мне вообще кажется что этот фильм значительно тоньше чем многим кажется и значительно более анти мужской и антисегендерно белые чем всем кажется потому что вот эта фантазия протока не всех спасли это же конечно абсолютно нежнейшая прекрасно 3 просто если бы не было вот этого всего не было в частности бы этого фильма тарантино можете позволить в любом случае к по любому климате он может себе позволить он мог себе это позволить и когда он был маленьким и никому не нужным потому что просто нет нет я понимаю я имею ввиду что но другие режиссеры могут себе позволить меньше другие режиссеры во во все времена и остаются теми другими режиссерами вот а так я не знаю ну что поланские тоже все все что угодно может позволить ему терять должен наконец фильм про педофилию снять просто вот просто пропитали не думаю что он снимет еще много фильмов короче мне кажется что такая такая безобидная история но но как и советская цензура не была безобидной да это к тому что нет это увлекательно вообще в том смысле что просто очень много есть иллюзий по поводу того общества где ты не живешь и его зелено казалось что как бы вот америка вот она так устроена желаем что мы видим как другое общество тоже умеет сходить с ума вот ну и прекрасно она сходит с ума не только в плане метушечки и не только в плане потому что на самом деле метушечка это по это ерунда по сравнению с тем какой там идет разрыв между левыми и правыми когда люди уже просто не в состоянии думать мозгами а это абсолютно превратилось две религии вот и всякое общество может сойти с ума вот может быть нашему пора от отчетом очень нормальные вы говорите снесла что-то не ситуация не безобидная она чем опасно и тревожно может просто борьба за все хорошее всегда приводит к тому что кого-то вешать на бар плохого да и и доделали сон что что мы там осуждаем американский нет вообще борьба с политкорректностью ужас ужас всей этой истории заключается что все шутки то политкорректность они были отшучены шутку про то что идеальный герой американского кино это одноногая недоразвитая лесбиянка больная города это делал первый год я читал юрия владельщикова журнале итоги в девяносто первом году в делу не в девяносто третьем вот и как бы все все шутки про social justice warriors которые американцы сейчас шутят питере наше патриархальное общество отшутило еще и я поражает как людям это недоедает аргументация не меняется поэтому и на речь общение не про не про про россию за гостин то что у нас тут у меня такой проблемы на сообщение каких правилов пиздец просто мы чувствуешься немножко таким как бертольт брак сидите в берлине в 30 каком-то это самолет вот америка но россии короче говоря в целом это бесит хотя есть в жизни вещи и более неприятные например ну мало вы ездят есть продукта подорожали устрица вообще каких-то неразумных денег стоит вот при этом как кажется суда друга все устраивают дал программы интервью еще в семнадцатом году как раз во время harvey перед мозаикой саду берг сказал что мы наблюдаем великое событие общем и справа я так снизка завороженная из я не знаю что он об этом сейчас но вот у меня это технолог он технолог ему содерберг будет еще десять лет перейти от того что новые сенсоры для камер появляется потом час к нему твил мой любимый твиттер его вот он опять какую-то себе вы вытащил какую-то камеру которая называется не только манонит у как-то так самое вот это смотрите какие что такое зачем айфон у него на обвесках с айфоном хоть два фильма с айфоном ходил как мудак нет но как бы я вам прекрасно великий режиссер он просто как бы ну он во первых он оптимист во вторых он как бы он технолог да вот фенчер технолог пессимисту которого чем дальше чем все как бы давайте за артистом лица затрем просто не мешали у меня просто не у меня у меня просто простите у меня в связи с майндхантером кризис личностный потому что я посмотрел три серии фенчера и две серии эндрю доминика и понял что домик с артистами лучше работает я не могу мне надо как-то с этим санны санны торф лучше вот это да это со всеми остальными они у него живые они ходят фенчер их прям зажать у фенчера просто комедия совсем уже пошла но это очаровательная комедия не она торфа щабы а вы являетесь поклонником просто сериала челка да не рэкс же и к сожалению сейчас сейчас уже думаю что нужно посмотреть нет абсолютно но конечно даже x files первые сезоны уже тяжеловато а это совсем невозможно но конечно конечно я пришел не понял конечно что я сейчас посмотрел забыл что-то награла в общем я собственно только оттуда ее и помню а вы смотрел сел челка большом но я посмотрел сел челка естественно когда ненавижу ваша джи 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 абрамса но я сделал шпионка смотрел когда это еще было не может грязные признание уже прошли да мне кажется пора заканчивать астрахана смотрим по ночам что у нас получает значит будем про сериалы на самом деле афиша и вы роман одним из первых в россии написали в десятом году что вот вышел сериал игра престолов мощный когда еще это было не очень понятно как ему то большим феноменом станет но мне кажется да я я я помню там вы написали про шерлока роман написал про я просто точно помню что и про игру престолов у меня первое случилось у меня всегда источником моего знания мы презирали телевидение тогда вот скачать это было долго вот и я пришли в обычный компьютер проходил юра сопрекин и говорил что есть такой сериал madman называется и потом рассказывал мне первую серию и ну вау ну хорошо на посмотреть по престолы пункт точно так же пришел прошел юра и сказал что я такое прикольное видел похоже на стрелы рубин гуда и фильмы с этим самым с хмельницким я думал надо посмотреть слава вы досмотрели писали одно время когда был последний сезон чтобы смотреть с самого начала вы ли вы забили в итоге я к сожалению не успеваю просто идет я начал смотреть на середине там второго сезона 4 там 33 хороших а три хороших посмотрите по суше ну во первых как бы там есть карлик потом есть карлик влюбился в нескольких персонажей один карлик там сердце не хороший карлик в целом и скучно но конечно невозможно так что придется посмотреть ну вот естественно в таком массовом овальском сознании закончился большой сериал игра пустов окажется что больше нечего смотреть но это иллюзия разумеется до этого русского не сейчас еще этот видимо с кавиллом с кавиллом вот этот вот это прям большой большой да это какой-то это какой-то мир это мир людей которые которые поэтому гора вида ну как и смотрится нам на самом деле было потому что там такой же вы я должен это нишевая старость как выясняется нет судя по вложенным деньгам и все общем возбуждению да мне кажется они они как после гарри поттера все кинулись экранизировать пулмана кого-то еще и так далее да нет и это все когда он всегда вот сейчас мы вам сделаем еще одного гарри поттера но это слушать это так разговору про то как все это одна из тоже моих травм что не нет предложения больше сейчас продолжим с этой самой с девушкой с dfr в роли николь кидман и смог его им по моему или с макгрегором в роли крейга и который будет нормальный потому что который хоть на кне там будет его грин там будет не будет а там кто-то души на кем говорит мне нормально все где-то видимо недавно за полонского да ты еще был это просто но с другой стороны ну как бы что еще может девушка желать до сериала ну как бы все в порядке или с ними или они тоже они они тоже переживают примерно те же самые вещи что и студенты что есть какой-то кризис нет все говорят что есть кризис что кто-то ведь закончился так далее но я не знаю я все сериал мало смотрю мне кажется как как бы так и так есть но все что выходит но но это как поскольку многие так считают видимо весь этот резон какой-то что восприятие теперь уже что восприятие ну условно кажется что нет временно наверное такого тела который смотрит там не какая-то ниша условно говоря там у того же саму netflix и продукции у них есть аудитория она может быть не мизер но тем менее это как бы не то что обсуждают все везде как это было в случае нет в смысле какой-то 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 сериал который но не знаю страницы сфа вполне себе да вот нет это это все как бы это все разговоры про то как бы не будет ни книг не ракета одно сплошное телевидение вообще все эти все эти истории про прогнозирование про кризис я я сколько себя помню я читал тексты о том что американское кино находится в глубоком кризисе поэтому не жалут ремейки да ну как бы но и сколько в кино то есть ситуация как раз обратно в кино наоборот фильмов которые которые все смотрят становится все меньше все более как бы уменьшим количестве жанров то есть принципе сейчас 10 фильмов собирают треть всего бокс офиса вообще из них там все фильмов диснея из них 5 марвел и один хоррор как один хоррор но иногда туда какой-нибудь богемской рапсоде там влезает да ну вот вот что я что вы меня то почему я здесь богемской рапсоде я очень люблю фильм брайан сингер и до какого-то момента он прям был огонь а да потому что в кино наоборот этот пол они взросли до каких-то невероятных размеров и там они собственно и остались поэтому сериалов будет наоборот много всего маленького что вообще среднем кино бесит глобально а что обнадеживает понимаю я совсем не понимаю что такое современное кино у меня я я наверное как-то утратил чувство времени я не понимаю для меня у меня к сожалению новые фильмы эти которые пять лет назад вы вышли а я их посмотрел спайка ли про про черного клановца два года три по моему вот такое легкое современное кино не на правду здесь парашка современное кино чем отличается от несовременно все даже нет каких-то там может буду там 7 лет назад сказать что есть какой-то там был корт нет движений на самом деле прошли но мне кажется для движения они появляются раз лет в 15-20 у нас просто как бы стопа какой-то ну была 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 был бы ну как не а чё чё за час времен долгут догма было да просто вы долго были там румынки но заслели это был кортожи там да ну как бы к объединять там мамбл хор дард дарденов и и джонатана дэм и в одну эту самую это это одна большая волна которая была запущена на самом деле догмой сейчас она немножечко бы была параллельная вторая волна как бы такого борзова запоздал его постмодернизма то что кино как недоразвитое искусство догоняет то что литература там и театр делает на 20 лет раньше была вот эта вот волна постмодернизма запущенная часть тарантино с одной стороны другой стороны с одербергом да и как бы на ночи с немножко сходит на нет что-нибудь новое вот я надеюсь тоже были всегда но вот этот прекрасный период времени про который снимает квентин тарантино свое кино это же просто абсолютными там приятные детали про этот фильм то что этот период когда рик далтон то был большой большой звездой это просто время самого чудовищного ада это время самых бессмысленных умирающих фильмов и никто не знал чтобы какие-то там 7 лет пройдет и выйдет там для начала хотя бы уоррен бити вот а сейчас то нет отчаяния все красиво все хорошие люди по делах те кто не нашел работу в кино сейчас на сериалы устроились вот и и другое дело как бы вопрос формы да потому что абсолютно понятно что зрители в сериальную форму инвестируется лучшим в кино потому что это надолго это как за соседями наблюдать это будет продолжение это дает ощущение что жизнь длинная потому что кино закончилось и умерли и ты больше тех героев не увидишь до сихова который чаще всего хуже будет а тут как бы все линейно все продолжается и возможно но как бы с другой стороны никто не помнит что большие большие романы как французские так и русские все читали в сериальной форме когда они издавались по кусочкам журналов и достоевский как как мудак сидел и как бы сдавал дэдлэйн до эти кинсы и дюма и в общем более-менее все вот и мы это воспринимаем постфакт как бы как большую романную форму были сериалы вот поэтому вообще такое как бы все молодое то есть вообще представить себе искусство с не со сроком годности а со сроком давности в сто с небольшим лет вот растяните эту историю там на литературу или на живопись мы сейчас на стадии на скального просто какой-то большой вопрос очень быстро развивается что кино кино про физическое искусство она все всасывает из других из других форм но скорость которой она развивается говорит либо о том что будет вообще какой-то полный трендец либо что наступит конец света потому что ему уже в какой-то момент дальше будет некуда вот все все интересно не знаю сейчас что хичкока много и хичкок когда спрашивали что будет с кино было две какие-то идеи 1 что здесь не будут гипнозировать со второе что просто будут электроды подсоединять и какие-то центры удалось затем или там фигачить вот это прекрасно обязательно и к счастью как бы не кажется все все уже на наших на наших глазах произошло произошел и закончился безумие по поводу 3d вот а удивительно что буквально десять лет назад или там какие 10 2 1 3d было как раз да еще когда был в кинотеатре баррикады был 3d зал знаю но у нас такое было и румынский там сли совсем другие румынские фильмы костюмные там про рыцари где был один момент отрубали голый человек в зал падал вот и на на наших глазах и вот это про к разговору про раздавание прогнозов потому что там семь лет назад себе опять это любимая тема что окончательный прошли кино в аттракцион сейчас все в 3d сейчас все 3d где она ваш 3d вот так что не забыл о чем говорит у вас есть другу что сказать до следующей встречи которая состоит за да 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 спасибо